доброго времени суток дорогие друзья яксона андреева рада вас приветствовать на канале сангейц киев время лот по лос-анджелесу 11 часов ночи 26 ноября но европа уже встречает новый день вы смотрите первый пост крипту одной из тем которая уже была в эфире теме благодарность почему возникла идея записать такой небольшой ролик потому что сегодня мы будем говорить только о практических инструментах в данном случае инструментов которые помогут вам практиковать благодарность каждый день зачем это нужно сделать что такое практика благодарности с нау и как это влияет на наше физическое здоровье на наших психоэмоциональный уровень мы об этом говорили в предыдущие передачи в дню благодарения благодарности посмотрите если вы не видели на канале сангейц киев и на канале сангейц университет сегодня мы будем говорить только о практических таких инструментов первый естественно очень важный особенно для верующего человека это молитва потому что в каждой молитве содержатся слова благодарности всевышнему родителей родителям и верующий человек об этом знает и он практикует благодарность каждый день второе инструмент который очень помогает нам в ежедневной практике благодарности это ведение дневника благодарности давайте остановимся на нем поподробнее вы можете может быть вы уже слышали не раз об этом я вам хочу вкратце рассказать что это было придумано журналистом и писательница сарой брэдха которая живет и работает в нью-йорке где-то в 90-х годах она написала знаменитую книгу в которой раскрылась она стала бестселлером в которой раскрыла секрет вот видение ежедневного дневника благодарности и это было феномен изучен психологом и сейчас я не знаю наверно очень много если вы зайдете на google вы найдете огромное количество книг посвященной этой теме и естественно очень многие психологи психиатры теперь рекомендуют вести дневник благодарности мало того в америке он продается уже в напечатанном таком ежедневник как ежедневник только именно это ежедневник дневника благодарности в котором вы просто вписываете буквально но какие-то фразы не и не сами пишут но я хочу сказать что эффект будет абсолютно одинаковым если это будет тетрадь если это будет нос на любом информационном носителе и гаджете то есть не обязательно это должна быть ежедневник или тетрадь на тетрадь или же даже диктофон но при этом эффект будет более так скажем сильный если вы сможете это все еще читать свои же записи но на самом деле что мы туда вписываем мы пишем дату и пишем каждый день несколько благодарности кому-либо или чему-либо но с одной стороны вы скажете что это за проблема написать благодарность несколько буквально слов но как показала практика у людей которые депрессивное тревожное состояние они не могут это сделать которых подавленное немножко угнетённое такое психоэмоциональное состояние и конечно же чеку счастливому радостному он может писать бесчетное количество благодарности каждый день ну вот проверьте пожалуйста себя благодарность может быть кому и чему угодно вы можете благодарить господа вы можете благодарить себя вы можете благодарить родителей детей вы можете благодарить солнце вы можете благодарить лампу которая светит буквально стакан воды который удалил вашу жажду вот посмотрите поиграйте в эту игру но считается что если вы будете писать ежедневно и затем прочитывать даже написанное то уровень положительных эмоций у вас возрастает психоэмоциональное состояние улучшается и естественно вот такая такое позитивное мышление а мы его тренируем таким образом до его возможно тренировать улучшает и физическое здоровье но именно как если что посмотрите предыдущем ролике дамы на этом с вами не останавливаемся третий инструмент очень интересно его применяют психологи очень многие это такая психологическая игра состояние медитативном лучше состояние и проводить самому с собой для этого нужно уединиться в каком-то помещении где не будут вас отвлекать несколько минут до где-то до получаса подышать лучше всего перед этим попить воды и погрузиться в такое немного медитативное трансовое состояние подумать о вещах которые вам очень дороги ну для меня скажем это семья это моя дочь что мой муж мои родители очень дороги для меня мои друзья и близкие и вот вы можете представить себе работу машину квартиру в общем любые вещи даже не воодушевленные те которые вам действительно очень дороги и и вот в медитативном состоянии когда все внимание вы направляете в себя вы воображение воображение именно лишаете себя всего этого то есть вы представляете что по каким-то причинам у вас это отняли то ли здоровье потому что это тоже очень важный момент для нас дай дорогой то ли еще семью то ли да у каждого свое и сразу же почувствуете одновременно как вам в теле как вы ощущаете в теле вот то что вы теряете неприятно правда да у меня даже ком в горле и теперь продолжая дышать спокойно подумайте и воображение возвращайте все эти утерянные вещи или кого-то или не воодушевленные то есть вы возвращаете себе все это и перед снова ощутите что в теле при этом происходит на ощутили и теперь медленно за кого-то или за что-то поэтапно вы благодарите судьбу что это у вас есть и при этом тоже сконцентрируйтесь на ощущениях в вашем теле эту практику хорошо проводить каждый день потому что иногда мы зачем замечаем что как нам что-то дорого когда мы это теряем но когда мы это находим то чувство благодарности нас переполняет правда подумайте об этом это очень простая практика но она очень эффективна напишите в комментариях пожалуйста да 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 напишите вообще в комментариях что вы поэтому думаете интересен ли для вас этот короткий формат по скрипту потому что я планирую его делать в принципе именно кратко практические советы к определенным темам тому же у вас есть шанс выразить благодарность мне за этот ролик потому что я работаю исключительно для вас вы можете выразить благодарность поставив лайк и таким образом даже будет это взаимообмен энергиями за те может быть знания которые для вас интересны и полезны и напоследок я хочу вам рассказать очень интересную причем небольшую абсолютно представьте себе прерии где-то на территориях древних времен индийские племена северной америки вечер может быть это где-то и недалеко отсюда потрескивает кость деревья в костре и сидит дедушка с внуком и смотрит на пылающий огонь и вдруг вдалеке в тишине раздается вой волка ребенок настораживается и и дедушка увидел его взгляд такой полный страха и настороженности здесь он сказал ты знаешь внук этих волков не нужно бояться лучше подумай о волках которые живут внутри тебя внутри каждого человека сказал он живет два волка и они ведут войну всю жизнь начиная с первого вздоха и оканчивая последним выдохом каждого человека один бог это злость агрессия зависть обидчивость а второй волк это радость счастье любовь и благодарность вот война между ними идет всю твою жизнь и внук спросил дедушка а кто же из них победит кто из них сильнее а сильнее тот кого ты кормишь подумайте над этими мудрыми словами и давайте же кормить внутри себя правильного волка удачи вам друзья жду ваших комментариев всего доброго а а а а а Продолжение следует...